В эфире программа «Городские встречи» в студии Дины Слеевой. Сегодня у нас в гостях Роман Горбачёв, актёр Рязанского театра драмы. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня с вами поговорим о последней постановке театра, пьесе «Вишнёвый сад», где вы сыграли Ермолая Лопахина. Как и чем примечательна для вас эта роль? Ну, во-первых, это очень интересная история с Лопахиным, потому что изначально, когда режиссёр берёт спектакль, особенно главный герой, он видит, какие артисты должны быть на этих ролях. На моей роли, вот в данный этап, на моей роли должен был быть другой артист. Ну, так сложились ситуации, что он уехал в другой город, в другой театр. И когда уже оказалось, что нужно всё, значит, приступать к работе, у нас был некий кастинг, вот, где выбрали меня. И мы с Гульнарой сразу об этом договорились на первой репетиции, потому что, конечно, когда режиссёр видит определённого артиста, она знает его природу, там, знает, что от него хочет. Вот. А чего вы взяли? Не знаю, не знаю, вот чем. Потому что очень долго не получалось, очень долго мы не могли найти общий язык, хотя мы договорились, что с самой первой репетиции будем верить друг другу, доверять, да, стараться что-то, друг за другом идти. Но это не всегда получалось. Это только вот после отпуска стало как-то, вошло в какое-то такое русло, где действительно уже стало получаться. И я спасибо большое Гульнаре за то, что она в какой-то момент меня отпустила, отпустила в свободное плавание, просто направляла. В какой-то момент она очень строго так останавливала. И я к чему веду? Актуально-то она чем? То, что я всё своё детство практически, самые такие яркие впечатления я провёл в деревне. Меня отвозили в деревню к бабушке. Я там три месяца без родителей, с бабушкой, с дедушкой тоже и вставал рано, и коров стерёк, и овец, и на дойку ездил. То, что сейчас касается деревенской жизни. Всё это у меня было ещё с детства. И то же самое у меня было, когда приезжали в деревню тоже с других городов, там взрослые девушки, которые тоже смотрели на них и думали, какие они. А я ещё был маленький тогда, 90-е годы. И всё это как-то отложилось, всё это туда. Да вообще для любого артиста, мне кажется, любая роль должна быть актуальна, потому что, чтобы действительно получилась достойная работа, нужно подкладывать что-то своё, что-то личное. Пусть, может быть, ситуации в жизни не похожие, но есть эмоции, есть какой-то осадок, есть какое-то восприятие, которое можно подложить под ситуацию, которую даёт сам автор. Всё-таки спектакль уже ставили на сцене театра драмы в 85-м году, и вот спустя столько лет снова вернулись к классике. Она остаётся популярной? Да. Вот классика, она на то и классика, потому что уже по временем проверено, и чаще всего в классике затрагиваются те ситуации, которые будут всегда присущи человечеству, как бы это там банально ни звучало. Вот, тем более у нас в 85-м году, насколько я знаю, я видел только фотографии, была классическая постановка, как раз вот мою роль Ермола Алексеевич Лопахин играл заслуженный артист России Леонид Михайлович Митник. Вот, роль Раневска играла народная артистка России Зова Василия Белова. Вот, роль Вари народная артистка Людмилы Прокопьевны Коршунова. Это вот я что помню по фотографиям. Насколько я помню, это был более классический вариант. Вот, наша постановка, она, скажем так, не классическая. Ну, что значит не классическая? Гульнар нам сразу сказал, что у нас будет некое правило три единства. То есть, автор, время, коллектив. То есть, как автор, в данном случае Чехов, в настоящее время на нашей сцене, в нашем коллективе прозвучит. Мне кажется, это очень удалось и команде постановочной, художникам, музыкам, режиссурам. И, соответственно, сама музыка уже подбиралась более современно. Современно не в плане там эстрады какой-то, а более ритмичная, более энергичная, которая подчеркивает больше вот настоящее время, а не эпоху. Потому что, если бы мы надели классические костюмы эпохи Чехова, то, возможно, была бы имитация. Но мы же не знаем, как жили. Пьеса бы не выстрелила, да? Возможно, да. Мы бы классически что-то пытались играть. Там как-то в костюмах, в веер или не веер, или еще что-то. И могли бы за этим просто спрятаться. А в данном контексте, в современном, мы просто откровенны перед зрителем. И это такой некий мост между эпохами. И там мы не зря выходим в зал среди зрителей, садимся тоже среди зрителей, тем самым нарушая правила, разрывая рамки какой-то игры, только сценической. А кто, как правило, ходит на классику? То есть, все-таки вы ходите в зал молодежи или больше пожилого поколения? Вы знаете, в последнее время я стал замечать, что молодежь ходит. Но, возможно, это может быть потому, что современная, более трактовка или прочтение современное. Я замечаю молодежь. Но и тоже старшее поколение присутствует. А как вам работалось с московским режиссером Гульнарой Головинской? Вы знаете, мы с ней уже работали в 2015 году на постановке «Каролир». Вот. И тогда, я честно скажу, у нас были с ней очень такие творческие споры, очень серьезные. А из-за чего? Из-за видений разных. Потому что у меня своя природа, да. Гульнара, как режиссер, хочет немного другого. И вот у нас были творческие споры по этому поводу, и там многое не получалось. И я даже больше скажу, что, опять же, с Лопахиным у нас не все сразу получилось. Это же перед отпуском, когда у нас было предобрачное уже состояние, когда уже все понимали, что ну вот отпуск уже, ну все, уже отпуск. А мы прямо вот с утра все от звонка до звонка репетировали, как нужно. И вот только тогда что-то как-то обнулилось, и пошло. Вообще, он очень требовательный режиссер, что это очень правильно. И большой плюс в том, что в этой постановке она даже сама сказала, я стала режиссером-педагогом. А не все режиссеры это любят. Просто могут сказать, сделай вот это. Ты должен уже там какими там способами. Это ты уже сам, это твои проблемы. Она вот в этот раз стала, как она говорит, режиссером-педагогом. Алиния Лопахина, Раневская сделана режиссером центральной практически, да? Легко ли было это воплотить вам? Не так сложно было воплотить. Нужно просто в это поверить. Вспомнить свое детство. Вспомнить действительно, как когда ты видел кого-то, кто старше красивых девушек, да? Когда вот ты смотришь на них, ты понимаешь, что вот они взрослые, они красивые. Особенно там же это все происходит. Он рассказывает историю Лопахина, что им было 15 лет, когда отец его ударил в нос, пошла кровь, а Любовь Андреевна его пожалела, умыла в детской, привела в дом. Хотя тогда в дом-то их даже не пускали. Вот. И все это просто нужно подложить, тем более с партнерами, с хорошими партнерами, которые отдаются полностью этой работе, тебе. И там сложного ничего не было. Вот именно в этом плане. Было в другом плане найти вот эти, само зерно Лопахина. Это работать, вот это постоянно где-то найти какую-то выгоду. Не хапуга, нет. А именно честно работать, зарабатывать деньги. Тем более, почему зарабатывать? Потому что он же из крестьянской семьи. Не просто крестьянской, а из рабской семьи. То есть у него отец и дед были крепостными. Это по сути рабство. И в нем очень сильно сидит этот комплекс рабства. Вот. Мне кажется, благодаря этому комплексу он и начинает работать. Вот. И по отношению к Раневской для него, ну, просто, наверное, как икона, божество, которое вот недосягаемо. Но проходит пять лет, и все меняется. Потому что встал на ноги, заработал денег. И есть план очень шикарный, который по спасению ее имени. Конечно, он ее любит. И, конечно, в идеале бы. Ну, по крайней мере, у нас так было решено, что он ее любит. И в идеале он хотел бы видеть ее рядом с собой. Но не получилось. Вот. И в результате предлагает план продажи имения. Даже не продажи имения, а просто сдачу в аренду земли. И даже делать ничего не надо, по сути. Просто сдать в аренду кусочек земли какой-то. Они будут получать деньги, тем самым выкопать свое имение, будут продолжать жить дальше. Но они не готовы были к этому. Не готовы были отдавать землю в аренду. И в результате получается, что покупаю это имение я. Потому что это тоже моя победа определенная. Это мое решение. Потому что это мой дом. Какой бы ни было, я здесь вырос. Дед, отец здесь жил. Тем более, они были рабами. А это очень серьезно. Тем более, Чехов, он уже заложил такие стереотипы, которые веками в нас сидят. До сих пор. До сих пор. И они еще будут сидеть долго. И это очень сложно. Это двигает людьми. Только в положительную или отрицательную сторону это уже другой вариант. Как вы считаете, это постановка для людей, которые не ходят постоянно в театр, не театралы. Она будет понятна? Я думаю, что будет понятна всем. Другое дело, восприятие разное. Может быть, сюжет понятен. Все понятно. А другое дело, выразительные средства. Какие могут быть, да? Игра артистов убедительна, не убедительна. Но, мне кажется, всем будет понятно. Другое дело, ты сможешь это воспринимать или не сможешь воспринимать. Когда спектакль есть, есть форма, да, есть решение. Это как художник. Вот он написал картину. Кто-то воспринимает ее, кому-то она заходит, а кому-то нет. Кому-то не заходит. И это тоже хорошо. Потому что, когда всем все нравится, здесь нужно задуматься. Когда есть конфликт, кому-то нравится, кому-то нет. Вот тогда да. Даже те, кому не нравится, получается, все равно уже зацепил их. Может быть, возьмут и прочитают классику. Да, вполне возможно, что такое будет. Но там мы, по сути, ничего там прям так сильно-то не изменили. Просто по-другому немножко расставили акценты. Да, некоторые сцены, ну, мы от них отказывались, вымарывали. Но все основная мысль, она остается. Давайте теперь поговорим о вас. Как получилось, что вы стали актером и стали трудиться в Рязанском театре драмы? Ну, и это так получилось, что я еще с школы был в театральном кружке. Я Ласкут назывался. Вот. И я в школу-то ходил, по-честному. Ради театра. Ради общения театра, да. У меня как-то надо мной больше затягивало вот это общение театра, чем учеба. И тем самым я потом решил пойти, сначала поступил в Рязанский институт, сюда, в Институт культуры, на режиссерское отделение. Я даже вообще не представлял, что это такое. Мне лишь было поближе к театру, где вот, что было с театром связано. А потом я узнал, что есть Ярославский театральный институт. Набор был в нашем театре драмы. И перешел туда на второй курс. И вот уже оттуда потихонечку стали занимать в постановках. Первая ваша роль какая была? Первую роль, дядю Кенсон, я выносил подушки, падал, собирал их, уносил. Ну, слуга. Причем в этот же вечер, там был такой момент затемнения, и артисты должны были уйти в такие дверочки, которые на резиночках не должны уйти. А я должен был подать руку артистке. Ну, я подал не туда руку, и артистка упала. Я все думал, все, у меня выглядит театра. Ну, повезло, да, обошлось. Вот. Ну, нет, все хорошо, все нормально. Я не могу сказать, что у меня там как-то не было ролей. У меня всегда были роли. Кота Леопольда, расскажите. Кот Леопольд, это легенда. До сих пор играем Кота Леопольда. Но Кот Леопольд, это 2007, наверное, год. У меня до него уже были такие хорошие роли, которые отмечались и критиками, и зрителями. И вот одна из самых моих комедийных любимых ролей «Слишком жнат таксист», спектакль «Слишком жнат таксиста», роль Бобби Франклина. Вот. А на тот период, конечно, это спектакль был «Гарльта мод», Зоя Васильевна Белова. Я роль Гарльта играл. Потом «Словина и ночь», сам тоже главный. Так вот по периодам есть что. Потом «Кот Леопольд». Очень боялся этого спектакля. Очень. Не знаю. Потому что я думаю, ну какой я кот. Я себя чувствовал как вот в этот мультик-фунтик, который обманывает детишек. И вот я прям вот в каком-то таком зажиме работал. Хотя уже определённое количество... Но ты же такой положительный персонаж. Да-да. Вы понимаете, я думаю, дети смотрят, думают, это не кот. Но я так думал. А потом нормально всё. Я спектакль до сих пор играю. Вообще жизнь в театре по периодам очень такие расставленные. И эта роль, и эта роль, и эта роль, и эта роль запоминается. А что вы ещё хотели сыграть? Нет такого. Вот честно, нет. Вот я сейчас к своему стыду... Кто-то там может быть о Гамлете мечтает. Вот понимаете, вот у меня была такая возможность играть Гамлета. Я вообще не мечтал даже об этом. Вот честно говорю. Я даже до определённого периода не читал Гамлета. Я не знал, в чём там сюжет, к моему стыду. А может быть, это всё и к лучшему. Кто знает. Может быть, прочитал бы, о, хочу Гамлета, и давай там что-то придумаем. И Лопахина я тоже не мечтал. Хотя уже пробы были. Пробы были. У нас были отрывочки из спектакля, где меня брали на роль Лопахина. Но там было совершенно другое. Там была более классическая версия. А вот в нашем спектакле у нас постоянно весь спектакль идёт снег. Снег – это как некая метафора. Потому что всё действие начинается в мае, когда Раневска приезжает, вишня цветёт. Это белый снег, да? Да, падает. Потом, поёв, ещё следующее моё появление – июнь, август. Уже тополины пуха – это как. И когда я уже уезжаю, это октябрь. Когда в августе был куплен мной вишневый сад. До октября я всё с ними ещё нахожусь. В надежде, что Раневска всё-таки как-то даст мне знак, что она останется со мной. И только в октябре я от них уезжаю. Со словами «не могу без работы» замучился. Вот. И как раз идёт снег. Даже слова такие есть. Сейчас снег идёт. Вот. То в том Лопахине был более классический вариант, о котором я даже, ну честно, не мечтал. Вот кто… Многие мечтают, вот хочу это, хочу это. Но не получается. Не то, что там сама роль, а даже сыграть. Хотя и с «Гамлетом», я тебе честно скажу, там не всё получилось, как я хотел. И там как режиссёр хотел, на всё получилось. Но зато после этого я по-другому вообще на профессию посмотрел. Как-то это повлияло. Абсолютно, да. Да. А очень повлияло. Мне как-то более легко стало ко всему относиться. Но сейчас у вас есть возможность пригласить зрителей на ваш спектакль? Да. Я хочу пригласить в Рязанский театр драмы. Антон Павлович Чехов, в Вишневый сад. Режиссёр Гульнара Головинской. Пожалуйста, приходите. Мы очень рады будем вас видеть. И будем делиться с вами нашими эмоциями, нашей энергией. Ждёмся. Я напомню, что в гостях программы «Городские встречи» был актёр Рязанского театра драмы Роман Горбачёв. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова